Таких пунктов временного размещения в нашем районе 9. Это 4 средних профессиональных учебных заведения, школа номер 17 в Красавино, дома культуры в Кузино, Карасово и Осте Алексеево, а также санаторий в Бобровниково. Что необходимо будет и какая помощь будет оказана в пунктах временного размещения, ну первое, конечно, это будет учет поступающего населения, где будет оказана первая медицинская помощь, неотложная помощь, где будет оказана психологическая помощь, безусловно. Вот организованы все бытовые условия, то есть предоставление спальных мест, комната отдыха, также запланированы и оборудованы комнаты матери и ребенка. В случае чрезвычайной ситуации готов принять людей Великоусинский медицинский колледж. Здесь смогут разместиться 150 человек. 60 свободных мест есть в здешнем общежитии. Если этого будет недостаточно, то людей разместят в актовом зале и спортзале. Мы на сегодня разработали схему пункта временного размещения, то есть какие будут использованы помещения нашего учреждения и естественно по какому назначению. Есть место для приема, регистрации и учета пострадавшего населения. Также есть помещения для медпункта, выдачи гуманитарной помощи и оказания психологической помощи. В медколледже составили предварительный распоряд огня, включающий подъем, влажную уборку, помещение, завтрак и участие в работе по ликвидации чрезвычайной ситуации. Принять пострадавших при наводнении сможет и педколледж. Учебное заведение разместит людей только в общежитии. На 24 марта выразилось желание к эвакуации и госпитализации 230 человек, из которых 29 – это люди с ограниченными возможностями, это маломобильные граждане, одиноки проживающие. В таком случае с целью защиты их здоровья зарезервированы в Великоустевской центральной районной больнице места эвакуации, куда будет осуществляться за 3-4 дня доли дохода. На прошлой неделе в ходе своего визита в наш город заместитель губернатора области Виктор Рябишин проинспектировал эвакопункт в городском поселении Кузина, который расположен в Доме культуры. Там также созданы условия для проживания людей, чьи дома попадают в зону потопления. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.